Здравствуйте, дорогие мои подписчики на канале YouTube и, конечно, мои замечательные телезрители. Сегодняшняя тема – укрывные материалы. Что является таковым? Иногда мы путаем два этих понятия – укрывной материал и укрывной нетканный материал. Это, к счастью, не одно и то же. Укрывным материалом может быть лапник, садовый мусор, это может быть перегной, это может быть мульча, опилки, стружки, то есть вот в таком варианте. Это укрывной материал, когда мы засыпаем что-либо для того, чтобы сделать укрытие 20 см вокруг растения, дабы оно не замерзло холодной зимой. А есть нетканный укрывной материал, вот о нем и пойдет речь. Вот посмотрите, что у меня в руках. Гринтекс, Агротекс, Акрил, Агрил. Господи, боже мой, их названий просто спанбон, просто великое множество. Но все сводится к одному и тому же. Может быть и разные технологии изготовления, но это нетканное волокно, то есть налитое и застывшее. Вот в таком вот варианте оно делается. И существует этих материалов достаточно много. От 17 грамм на 1 квадратный метр – это его плотность. 17 минимальная. Используется такой материал от жарких, очень-очень-очень неполезных лучей солнца для растений. То есть от солнечного ожога и града. 17 грамм на метр совершенно спокойно защитит ваше растение. Если, конечно, он будет натянут над парником, а не просто поселен на растение, тогда град может и побить. Значит, следующая его плотность – это 30 грамм на метр. 30 грамм на метр уже держит низкую температуру, низкую отрицательную. Минус 3, минус 4 градуса, ну даже до минус 5. Минус 30 – защитит растение. Дальше плотность идет 42 грамма на метр. То есть это вес одного квадратного метра. Вот минус 7 уже будет держать тот, который 42 грамма на квадратный метр. 42-й, так мы его называем. А есть еще 60-ка. 60-ка, она, конечно, плотнее всех. И в продаже сейчас не существует более плотного. А раньше, когда его только начали выпускать, плотность материала была не тканого 87 грамм на метр. То есть этот материал совершенно спокойно держал минус 9 градусов, а это уже очень холодно. И им спокойно можно было укрывать теплицы большие, да, и растения там не страдали. Если мы сеем рассаду, мы обязательно должны помнить, что да, карбонатная теплица, да, парник у нас там с плотной пленкой. Но уверяю вас, что ни тот, ни другой материал, ни карбонат, ни пленка и стекло не держат низкую температуру. Ну, минус 3 может быть. Но стекло, мне кажется, все-таки минус 1 держит. Больше не удается ему, как бы, да, выдержать температуру и защитить растения. Карбонат чуть-чуть больше, но опять не больше минус 3. Поэтому, когда вы что-то сеете в теплице, очень рано весной, это март-апрель месяц, конечно, кроме того, что у нас есть покрытие теплицы или большого парника сверху, карбонат, стекло, либо это пленка плотная, там 240 микрон, то, конечно, вы должны понимать, что и внутри, если растения взошли, укрытие таким материалом не помешает. Поставьте какие-нибудь дужки, палочки, все что угодно и накройте. Вот этот воздух, который будет находиться около растения, еще и этот материал, конечно, спасут наши растения. Но есть еще один материал. Речь, конечно, пойдет о нетканом материале черного цвета. Зачем он нужен черный? Ну, конечно, не для того, чтобы теплицы укрывать сверху и парники. Вовсе даже нет. Его хорошо использовать для того, чтобы избавиться от сорняков. Даже в один слой он не даст возможности сорнякам вырасти так, как они хотели бы. То есть полностью черный цвет будет угнетать. Вдвое сложенный, стопроцентная гарантия. Отлежал сезон, растения будут под ним сходить. Там же очень тепло под черной тканью. Но они будут погибать. А еще черный материал мы используем для того, чтобы посадить на него какие-то культуры. В частности, это земляника садовая крупноплодная. Может и мелкоплодная. Но, значит, используя его, надо помнить, что все-таки хотелось бы, чтобы он дышал немножко получше. Поэтому можно протыкать какие-то дополнительные отверстия, кроме того, где посажено растение. Садить на него очень легко и просто. Сначала вы готовите полосу или целую гряду. Вот полоть сорняки вам точно не придется. И совершенно ошибочное мнение, что земляника, посаженная на черный укрывной, вдруг почему-то пропадает. Неправда. Не пропадает. Мой собственный опыт, и вы это видите у меня на даче, когда идут съемки подобных культур, ничего там не пропало. И это единственный вариант, когда земляника в прошлом году, то есть в этом году, она весной вышла, та, которая была посажена на черный материал. А в этом году я поступила еще мудрее. Я заготовила белого укрывного материала столько, чтобы мне хватило покрыть все посадки. И земляники, а там у меня раз, два, три, пять рядов, три новых совершенно ряда. Это, естественно, такие растения, как, например, форзиция, которая, ну, никак не хочет выдерживать морозы. Мне пришлось ей насыпать садового мусора около корневой системы, а еще замотать все ее ветки. Потому что пропадает растение, когда дует очень сильный холодный ветер. Мороз при этом, да, и ветер, мороз высушивает древесину. И спастись дереву очень тяжело. Если вы попробуете на каких-то там одном-двух растениях замотать им стволы укрывным материалом, ну, я надеюсь, что у вас все получится. Только помните, когда температура еще положительная, под укрывным, черным или белым, без разницы, будет достаточно тепло. И как бы там чего-нибудь не выприло. Одно дело на земле, другое дело ствол растения. Ну, на этом я закончу, я надеюсь, вы меня услышали. Их существует в продаже всего пять видов. Черный на метр шестьдесят, редко когда на три двадцать. Белый в исполнении семнадцать грамм на метр, тридцать грамм, сорок два грамма, шестьдесят грамм. Ну, и размеры их могут быть от метра шестьдесят в ширину. И если рулонами до бесконечности до ста метров, а если нарезано какими-то определенными кусками, как правило, это десять метров. Вот и все, что я вам хотела рассказать сегодня. Всего вам доброго и до свидания. Не забудьте, что укрыть растения на зиму можно и этим материалом, особенно земляники.